Сын сельского иконописца Сын сельского иконописца, который стал автором мозаик столичного храма Спаса на Крови, художник, который прославился картиной «Свадебный поезд», а сам так никогда и не создал семьи. Он был мастером исторической живописи и непревзойденным ботописателем крестьянской жизни Андрей Рябушкин. Андрей Рябушкин родился на Тамбовщине в семье крестьянина-иконописца. У них был целый семейный подряд, потому что не только отец Рябушкина, но и старшие братья тоже занимались иконописным промыслом. Это не редкость для жизни второй половины 19 века. Очень часто крестьянские семьи, которые занимались промыслом, иконописным, расписывали доски какие-то, прялки, они именно и работали в такой семейной артели. Он бы так и остался жить в родном селе, если бы туда не приехал студент Московского училища живописи Преображенский. Не разглядел бы талант Рябушкина и не забрал бы с собой в Москву робкого и застенчивого юношу. Он даже внешне отличался. Все говорили, что он очень похож на фарфоровую статуэтку. Он был очень тонкие черты лица, очень такой исключительный какой-то ранимый характер, очень трепетный человек, очень и талантливый. В училище он попал в класс к Василию Перову, отцу русского жанра. Перов так вообще очень сильно опекал Рябушкина, и известно, что он периодически ему финансово помогал, потому что Рябушкин действительно там была им назначена какая-то пенсия, стипендия, но, естественно, ее не хватало. И Перов-то, в общем, он и подкармливал, и даже какое-то время Рябушкин жил у Перова. После кончины любимого учителя Рябушкин отправился в Петербург, в Академию художеств. В ней он задержался чуть дольше, чем другие студенты. Три раза сдавал выпускные экзамены. Обычно в общении с учащимися Академией художеств он был очень сдержан, и даже мало кто знал, слышал его голос. Вы представляете, насколько он был замкнутым человеком. И только когда он попадал в компанию близких людей, вот это свидетельствует Тюменев, то можно было даже услышать его смех радостный, какие-то его возгласы, какие-то его пассажи, какие-то его рассказы, даже иногда с юмором. Каждый год Академия проводила конкурс на большую золотую медаль. Ее давали за лучшую дипломную работу. Рябушкину выпало писать ее на евангельскую тему – снятие с креста. Эскиз уже был утвержден экзаменаторами, но художник последовал за вдохновением. Совершенно изменил композицию, добавил персонажей и тем самым нарушил правила конкурса. Изменение композиции от первоначального эскиза было довольно дерзким шагом, который уже позиционировал его не как простого художника, но как самостоятельного мыслящего живописца, который не мыслит шаблонами Академии, и его лишают большой золотой медали. Художник в сердцах даже хотел уничтожить свою картину. Когда картина была написана, и ее принесли к комнату другу, она помещалась только по диагонали, потому что более четырех метров по горизонтали. Третьяков, увидевший картину, спросил у Рябушкина, что вы будете делать с ней? Как что? Ну, разрежу ее. И, конечно, Третьяков за 500 рублей, это очень маленькая сумма, покупает эту картину. Вместо медали Рябушкин получил не менее ценную награду от главы Академии, великого князя Владимира Александровича. Деньги на путешествия по России за художественными впечатлениями. Он отправился по старинным городам и деревням. Побывал в Киеве, Новгороде, Ростове, Орле. И Россию, глубинку русскую, он любил, он любил крестьянскую жизнь, он ее хорошо понимал, очень хорошо ценил, вот все, что он с детства впитал, вот живя в сельской местности. Конечно, эти места, они обогащают, обогащают представление Рябушкина о традициях Древней Руси. Они обогащают Рябушкина знаниями конкретного материального мира, прошлого. Он изучает каллиграфию древнерусскую, он изучает деревянный орнамент на храмах и постройках, он изучает музыку, он делает зарисовки древнерусских церквей и так далее, и так далее. В его блокнотах немыслимое количество зарисовок, каких-то старых паникадил, какого-то, может быть, разбитого наличника, но вот видно, что это старина, и вот он рисовал, 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 рисовал. Знаете, как писатель, да, он создает записные книжки, чтобы потом из них характер героев слепить. Так вот и Рябушкин, он изучал русскую старину. Вернувшись, Рябушкин поселился рядом со своим другом, художником и композитором Ильей Тюменевым, в его имении неподалеку от Петербурга. Там, в Приволье, на склоне холма, для Рябушкина построили маленький дом. «Скид», как называл его художник. «Был построен небольшой домик, большую часть площади занимала просторная мастерская, маленький уголок, где можно было спать, маленькая кухня, где жила прислуга, и высокая такая вышка башни, с которой любил любоваться окрестностями Андрей Рябушкин». Потом он переехал в усадьбу другого приятеля, художника Василия Беляева, в Дедвино, и там тоже построил небольшую мастерскую. «Свои семьи Андрей Рябушкин так и не создал, прожил жизнь одиночкой, все свое время посвящал творчеству. Человек большого таланта и больших скрытых страстей», – говорил о нем Михаил Нестеров. «Он жил вот таким вот такой, изолированной жизнью, совершенно одинокий, он был не склонный к семейной жизни, хотя, я думаю, у него было очень много увлечений, но они ничем не заканчивались». Все его имущество помещалось в одном чемодане, который он заполнял своеобразными сокровищами. «В этом чемодане были вот эти книги, былины, он очень их любил, это былины, эпосы народные, кусочки ткани, парчи, всевозможные какие-то старинные находки, которые он приобретал, тут, наверное, ему дарил кокошники, и вот все это находилось, вот это сокровище в этом знаменитом его чемодане». В Дедвине художник быстро подружился с местными крестьянами. Рябушкин никогда не забывал о том, что он и сам Ацахи. Его частенько звали на крестьянские посиделки, на крестины. Говорили даже, что ни одна деревенская свадьба не обходилась без Рябушкина. Здесь он находил образы для своих будущих произведений. С христианами у него были очень близкие отношения. Его они не считали барином, не считали хозяином. Конечно, у него была прислуга, но он любил участвовать в разных мероприятиях, свадебные обряды, которые очень точно представлены в его работах. И в двух вариантах ожидания новобрачьих от финансово-новгородской губернии. Выписан быть с печкой, накрытый стол, одежды, характеры, взгляды. И все передается очень достоверно. Ожидание новобрачных от финца было написано очень быстро, по свежим впечатлениям. Рябушкин показал картину Репину и другим коллегам. Те одобрили ее и приняли на передвижную выставку. Но художник опять решил заново переписать свою работу, как когда-то в академии. Он нанял свободную избу у крестьянина, устроил в ней временную мастерскую и на месте с натуры написал новое полотно на тот же сюжет. Он полностью изменил композицию и наполнил картину множеством новых персонажей. Когда он выставил работу ожидания новобрачных от финансово-новгородской губернии, то ее оценил очень Васильевич Палинов. Он писал Наталью Васильевну, правда, он делает оговорку, то я совершенно не знаю, что этого художника, то есть он уже еще не был широко известен, но я тебе точно могу сказать, что эта работа очень любопытна и интересна по цвету, по композиции. Увлечение народными традициями и эпосом привело Рябушкина к исторической теме в живописи. Он обратился к одному из важных событий Петровской эпохи – столкновению стрельцов, старой воинской элиты и потешных молодого Петра Первого. В 92-м году появляется произведение, которое называлось «Потешные Петра Первого в Кружале». Если мы на него посмотрим, то увидим, конечно, и отголоски творчества Перова, и отголоски творчества передвижников, поздних передвижников. Это историческая картина со святотенью, каким-то необычным, немножко приглушенным конфликтом. Не случайно картина экспонировалась на выставке товарищества передвижных художественных выставок. Рябушкин изобразил противоборство двух лагерей без лишнего драматизма и напряжения. Передвижники высоко оценили и эту картину. Репин сказал, что это хорошая вещь, и в ней все неожиданно и правдиво. А критик Стасов отметил, что у Рябушкина есть какая-то совершенно своя особенная оригинальность, какой-то свой, свежий, самобытный взгляд. Но отношения с передвижниками были не такими простыми у Рябушкина. Он мечтал, будучи еще юношей, знал о передвижниках, вступить когда-нибудь в это общество. Но три раза только выставлял произведение в 90-м, 92-м, 94-х годах. А когда в 93-м он написал картину в совсем другом формате, совсем другой подход к цвету, к композиции, где не было уже конфликта, а была фиксация, необычная фиксация быта за сознанием всех деталей, и передача красочного мира 17-го века, то все изменилось. В начале 90-х годов 19-го века в России наступала новая художественная эпоха, когда на смену гражданскому пафосу передвижников приходил интерес к национальной истории и народному фольклору. Так что историческое направление, выбранное Рябушкиным, становилось как никогда востребованным. К русской истории во второй половине 19-го века появляется невероятный интерес. И появляется интерес не только среди художников, а вспомним, пожалуйста, пласт таких прекрасных историков, Ключевский, Изабелин. Они же как раз в это время жили. Они читали лекции, они печатали свои труды, свои книги. И совершенно по-другому общество конца 19-го века взглянуло на русскую историю. Не то, что это было что-то такое древнее, отсталое, что и не нужно изучать, а что это, оказывается, был такой невероятный пласт истории культуры. И вот это, ну, так и говорят, там, рост национального самосознания. Одной из самых известных работ Рябушкина стала масштабная картина «Московская улица 17-го века в праздничный день». Праздничная улица в Москве в 17-м веке – это такой переход как раз-таки к новому живописному языку у Рябушкина, где он, собственно, и начинает с этой работы писать произведения, в которых нет какой-то литературной основы. Он именно пишет определенный момент времени, который происходит в домашней жизни до Петровского времени. Его привлекают именно эти эпизоды. Художник как будто заглянул в прошлое и увидел один день из жизни старой Москвы. Деревянные дома и каменная церковь, непролазная грязь, горожане идут, подобрав полы одежд, а на первом плане – московская красавица, женщина в красном. Енуа о картине «Московская улица 17-го века» отзывался, мол, мы видим, особенно в изображении на ближнем плане, ну, такую грубость письма. А как еще изобразить вот эту грязь, причем крупным планом, лужи, в которой отражается небо, доски, которые… и бревна, которые вообще тонут почти в грязи. Рябушкин совершенно по-новому подошел к историческому жанру. Он не выбирал своими сюжетами драматические конфликты, как это делали передвижники, и не следовал академическим догмам. Когда эта картина появилась на выставке «Мир искусников» в 1899 году, она была, можно сказать, центральной. Очень интересное выражение. Он называл Бенуа Рябушкина ясновидцем минувших жизней. То есть в его картинах, с одной стороны, понимаем, что это сочинение, все-таки 17 век, но с другой стороны, благодаря достоверности в деталях и знанию характера, немножко иногда юмористическое, иногда ироническое, но все-таки правдивое отношение к человеку – это многого стоило и, конечно, подкупало зрителей. У него было какое-то историческое чутье, может быть, такое чутье есть у профессиональных археологов или реставраторов, кто может по маленькому фрагменту или детали восстановить облик того или иного интерьера или костюма прошлых эпох. И восстановить это без современного налета, а очень точно, исторически и достоверно. Поэтому работы Рябушкина – это именно не картины на исторический сюжет, а такая своеобразная машина времени, когда мы стоим как будто бы перед каким-то волшебным стеклом или телевизором, и действительно вот эта завеса истории приподнимается, и такое ощущение, что мы действительно оказались в комнате вместе с царем и боярами. Вот чуть-чуть, да, там через приоткрытую дверь мы можем наблюдать, что они там делают и услышать голоса людей 17 века. На следующий проект Рябушкина снова вдохновили предания старины глубокой. Он задумал написать целую серию групповых портретов, где собирался запечатлеть людей из разных социальных слоев России 17 века, но успел создать только семью купца. Он планировал написать еще несколько работ таких исторических портретов, боярина с семьей, царя с семьей и так далее. Скорее всего, эта типизация у него идет от Забелина, который выделял различные типы в допетровское время, и, скорее всего, он следует за ним. Однако он быстро охладевает к этой идее и перестает, ну, то есть, не боярин с семьей, не царясь с семьей. Он не создал, и никто не видел, чтобы он работал над этими сюжетами. Вся купеческая семья на этой картине как будто позирует в фотостудии. Очень необычное произведение, а стилизация заключается в том, что эта работа чем-то напоминает парсуны 17-го столетия. И фон очень плоский. Мы видим дубовые панели, на них висит плетеная холстина. И вот на этом плоском фоне тоже почти плоскостно, как на парсунах или иконах, изображена семья. Семья купца. Многих смущало то, что женщины изображены с такими яркими белилами на лице и с красными щеками. Однако он здесь ориентировался на немецкого путешественника Адама Аляре, который оставил свидетельство о такой раскраске лиц у женщин в 17 веке в описании путешествия в Москве. Заметной стала и картина Рябушкина «Русские женщины 17-го столетия в церкви». Красочные одежды, яркие росписи храма – все это придает особую выразительность и гармонию этой работе. Костюмы девушек написаны с энциклопедической достоверностью, причем ни одна деталь в них не повторяется. В той эпохе его привлекало спокойствие, гармония, его привлекала красочность. И 17 век, отдаленный, менее изученный, чем 18 век, представлялся такой идиллией. И плюс к этому поэтическое, романтическое восприятие событий 17 века, когда очень много было благо, по мнению Рябушкина, когда человек был доволен своей жизнью. Все это рождает необычные произведения исторического жанра. Недаром картины «Русские женщины» и «Семья купца» получили награды на международные выставки в Париже, что стало для Рябушкина очень важным свидетельством признания его живописного творчества. Ведь в своем отечестве его оценят гораздо позже. У современников художник не пользовался успехом и был вынужден зарабатывать на хлеб поденщиной, как журнальный иллюстратор. В основном популярность ему создали его иллюстрации, которые он создавал для иллюстрированных еженедельных журналов, таких как «Нива», всемирные иллюстрации, «Ласточка», исторический вестник, для которых он создавал преимущественно исторические иллюстрации. Работа в еженедельниках и была тем основным заработком, на которой жил Андрей Петрович. И скорее живописные произведения были его таким вдохновением от иллюстративной работы. Пожалуй, самая популярная картина Рябушкина – «Свадебный поезд в Москве». На этом полотне снова оживает русская столица 17 века. Шумная процессия проносится по улице, а на первом плане идет молодая печальная девушка, в образе которой многим современникам виделся намек на судьбу самого художника, которому в жизни довелось бывать только на чужих свадьбах. И когда Рябушкин эту картину создает и пишет, то он дает ее совсем другое название. Это не «Свадебный поезд». А дарит он на свадьбу, понимаете, и чтобы, видимо, закрыть, прикрыть свои чувства, вот этого чувства, которое он испытывал, этого одиночества некого, такого разочарования, такого, ну, как бы уже совершенно другой истории, другой судьбы, вовсе не связанная с человеком, который был близок и дорог, как вот, допустим, для этой девушки, наверное, вот судьба ее бывшего возлюбленного, который теперь будет устраиваться с жизнью с другой совершенно, человеком с другой, такой же, может быть, прекрасной девушкой, но все-таки это будет не она. Сама картина тоже была свадебным подарком. Рябушкин преподнес ее своему другу, художнику Беляеву и его молодой супруге на венчание. Эта работа настолько многослойна и полна загадок, что до сих пор вызывает горячие споры среди искусствоведов. Я думаю, вряд ли мы найдем в русском искусстве более загадочное произведение, чем работа вообще Рябушкина, и в частности вот эта картина, потому что, когда читаешь искусствоведческие отзывы о этой картине, то очень много всяких моментов таких несогласованных ты встречаешь. Допустим, кто-то говорит о том, что движется свадебный поезд, свадебный кортеж в храм. Но почему храм, если тут же указывается, что это сумерки, вечер? С другой стороны, весна, но поднимается дым из труб, вы видите, да, прям при морозе. Но почему тогда вечером весной топят печи, если вот подходить к позиции реалистического искусства, то есть совершенно непонятно, почему, собственно, какое время года, какое время суток, что, собственно, хочет художник сказать, куда шествует эта праздничная, украшенная свита. Андрей Рябушкин продолжал писать и евангельские сюжеты. В числе лучших художников эпохи он получил заказ на эскизы мозаики в храме Спаса на Крови, который был построен в Петербурге на месте убийства Александра II. И Рябушкин для нас выполнил 24 эскиза и картона для мозаика. Они как бы делятся, вот как можно их разделить, условно, на три таких части. Это работы для наружного убранства храма, это изображения святых в кокошниках на фасадах. Вот там, ну, как бы одна такая вот, один формат и одно вот видение этих образов. И работы для внутреннего убранства собора, которые включают в себя как евангельские сюжеты, большие изображения, и изображения святых. И вот для работы Рябушкина и снаружи, и внутри храма характерна вот такая необычайная архитектоничность. Они необычайно как бы хорошо смотрятся с архитектоникой храма, сливаясь с ней. И с большого расстояния они прекрасно видны. И вот его талант художника-монументалиста, умеющего выделять и цветом, и линией, главное в произведении, оно вот как раз вот необычайно органично в контексте вот общего убранства собора. И если мы говорим о работе в Конхе «Насыщение питью хлебами пяти тысяч человек», то тут он рассчитывал на вот эту вогнутую поверхность и взгляд снизу на это изображение, чтобы гармонично смотрелись и фигуры, и пейзаж, который он передает в этом изображении. То же самое можно сказать о хождении по водам, где наш взгляд снизу, вот он как бы художником был продуман. И здесь удлинены пропорции, выполнены пейзажные моменты, вот тоже с учетом восприятия с расстояния. Над образами для храма «Спаса на крови» Рябушкин работал несколько лет. И даже здесь, будучи признанным мастером, старался оставаться незаметным. Интересно то, что многие художники оставляли свои инициалы, и даже Василий Васильевич Беляев практически на всех своих произведениях оставил инициалы. У Рябушкина нигде нет его инициалов. Вот, он не оставлял своих инициалов. В последние годы жизни он снова обратился к деревенским темам. Теперь уже Рябушкин писал крестьян без былой поэтизации. Его поздние картины – это скорее психологические сценки и жанровые композиции. Там очень такая интересная картина. Затесался парень в хоровод, ну, старуха Охать, да. То есть, ну, тоже, да, просто хоровод, девичий хоровод, парень. Ну, в общем, да, такая тоже просто тема сюжета из крестьянской жизни. Художнику была отведена очень недолгая жизнь. Он тяжело болел туберкулезом, ездил лечиться в Швейцарию. Но врачи оказались бессильны. Андрей Рябушкин умер в 42 года в окружении друзей в своей любимой деревенской мастерской. Редактор субтитров А.Семкин